Автопутешествие Зеленограда, Подмосковье Мы тут живем, поэтому и стартуем Естественно отсюда И наши планы грандиозные И вообще у нас не обычное путешествие У нас велоавтомобильное или автовелосипедное путешествие Потому что мы с собой везем Два разборных горных велосипеда И первый наш адрес Первое место, куда мы отправляемся Это Доломитовые Альпы Хотим попробовать покататься В Альпах летом Зимой мы катаемся на лыжах А летом хотим попробовать покататься На велосипедах Тем более, что и сами жители Альп Это приветствуют, естественно, поощрят Но об этом чуть позже А пока перед нами дорога Наш путь через Польшу, через Белоруссию Через Польшу, через Германию И мы должны будем приехать Уже в итальянские Как я сказал, Доломитовые Альпы Откуда, собственно, и начнем Уже нашу Нашу горную часть путешествия Все еще только начинается Отъезд из города Зеленограда Поехали Ну что ж, первые метры прое Мы проехали Ну, первые условные метры Да, мы уже достаточно прилично уехали От дома, что называется Вот И пора поговорить о том, что предстоит сегодня Сегодня мы едем по Белоруссии Сейчас доедем до границы с Белоруссией Поедем по Белоруссии Доедем до города Брест И постараемся перейти границу Ну, польскую имеется я имею Между Белоруссией и Польшей И заночевать в городе Белоподляске Единственное, мы сменили отель Прошлый раз Дельфин что-то нам уже совсем не понравился Автобусные туры Совсем уже плохое белье Ну, в общем Как-то там он Хужеет Поэтому мы нашли отель Скала Новый отель, который там же В Белоподлясках находится Местоположение очень удобное Мы там останавливаемся Завтра в планах проехать Практически до города Нюрнберга Через Берлин по автобанам Мы уже поедем И по польскому автобану Мы про него рассказывали Он открылся Между Варшавой и Берлином И завтра мы позначуем Под Нюрнбергом С тем, что после завтра Приехать уже на место В Доломит и в Альпу То есть мы попадаем в Альпы Попадаем в Италию И в Альпийскую часть Ну, а сейчас первые километры Вот уже 11 километров мы проехали Первая сотня Как мы уже не раз говорили Все меняется за первую сотню А пока что мы еще едем И думаем, что мы забыли Что не доделали Чего, как, куда, чего А после сотни Уже начинается, собственно Самое настоящее автопутешествие Поэтому ждем начала автопутешествия Немножко о дороге Вот в данном случае Мы едем по внешнему кольцу По 107 дороге По-моему, 107 она называется Внешне кольцевая дорога Значит, ну Вот примерно ее состояние Ее более-менее поддерживают Нормальным состоянием Периодически меняет асфальт Разметку Но все равно это двупутная дорога И, в общем-то, скажем так Обочины не особо сильно развиты Хотелось бы поширше, конечно, эту дорогу Поширше Вот Сейчас мы проедем через Вениград И приедем на Минское шоссе То есть мы едем не из Москвы Напомню, из Зеленограда Поэтому пользуемся вот внешне кольцевой дорогой Для того, чтобы с Ленинградского направления Где находится наш город Попадать на направление в сторону Минска На Минское шоссе И немножко вот по Осмотримся по дорогам Которые на сегодняшний день мы будем проезжать Это некий путь из Москвы В Брест В Польшу Сегодня у нас такие два Вот Воочию видно состояние дороги Идет реконструкция развязки С Рижским шоссе С Новоригой С Новорижским, да Мы на кольцевой дороге, напоминаю И вот сейчас мы тут Элемент развязки будет Видимо Создается элемент развязки Вообще Вот ремонт И если вы едете Например, в выходной день Или в пятницу Надо быть готовым К большому количеству пробок По этой дороге Вот Потому что сама Новая Рига Сейчас реконструировалась Вот с этого места И далее Вот Москвы Практически до Волоколамска Снесены мосты Причем не по одному мосту Как бы Как было удобно бы Для путешественников И вообще людей Которые ездят по дорогам А сразу все мосты сносятся И это сказать Так удобнее Для тех, кто строит В результате Но Не будем роптать Хорошо хоть что-то строится Продолжается наше путешествие Обзор дорог В данном случае мы проводим И вот Доехали до пересечения С Новорижским шоссе Еще одна особенность Нынешнего путешествия У нас на каждой страну Запасена музыка Мы же поедем в Белоруссию Польшу Австрию Италию И на каждой из этих Этапов путешествия У нас есть музыкальная подборка Вот Например Австрийская ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот Так что так На каждой стране Еще будет и музыкальное сопровождение Еще раз послушаем Ну а пока еще Россия Серьез для товарища надо Серьезней В дальнейшем будем веселиться Продолжается путешествие Поехали мы с Кольцевой Доехали до Калицына Вернее до Больших везем И уехали мы с Кольцевой И сейчас проедем по старой Можайке Можно в принципе выйти на Большую Можайку Новую сразу же Вот Но в данном случае Учитывая нагрузку на дорогу Мы решили проехать по старой Можайке Она через несколько километров Сольется с новой Ну вернее с нее можно будет Переехать на новую уже Можайку И собственно говоря Фактически на новую Ну Минское направление принять Здесь Минское шоссе Называется Можайский Вот это вот Старая Можайка Да Запутался я А уехать мы можем на Минское шоссе Короче вот так вот Путанно и Неторопливо Мы выбираемся Выходим на генеральное направление С сегодняшнего дня Продолжаем путешествовать Ходдороги.ру Со старой Можайской дороги Итак мы сворачиваем С старой Можайки И выезжаем на Минское шоссе Вот здесь вот такой узкий переезд Присутствует И наше неторопливое движение Сменится уже достаточно Высокоскоростным В нормальной Минска Минка как правило Три полосы в каждую сторону Или по две полосы в каждую сторону Как нам помнится Ремонтировались многие мосты Надеемся что ремонт уже закончен И рассчитываем Предвкушаем уже хорошую скоростную дорогу Вот перед нами как раз выход на Минское шоссе И наше путешествие Как я уже неоднократно подтвердил И подтверждаю Продолжается 100 километров мы правда еще не проехали Нам до 100 километров еще 17 километров ехать Но мы полны решимости все это сегодня проделать Вот свезло так свезло Вот она первая сотня Вот прям в это мгновение И перед нами пробка Так что русские дороги Самые дорожественные дороги в мире И дырить то и налево Ремонт Сижу курю Но я не курю в смысле А мюсли жую То есть отдыхаю Ну 100 есть 100 Я имею ввиду километры Пока только километры Мы за рулем Вот И тем не менее Путешествие уже Теперь вступило в полную свою законную силу Мы в режиме путешествия И нас уже он предупреждает встречные машины Что где-то здесь засада КАИ Засада одним словом Но мы предупреждены Значит вооружены И аккуратно вооруженные Езжаем в русский район Вот и первая остановка в пути Заправка BP Правда в этот раз нам бензин не нужен Но по крайней мере Кофе мы здесь выпили Вообще приятно остановиться Зайти Чистый туалет Тут он грузовики Водители грузовиков в душ ходят Стиральные машины Прекрасный опорный пункт По дороге На дороге Прообраз будущих наших автострад Удобных для путешествий и перемещений Или перемещений грузов И путешествий Газпот отдыхающих Огромное количество грузовиков Водители первые понимают Где удобнее остановиться Здесь можно относительно безопасно Переночевать Все-таки охрана есть Здесь можно сходить в душ Здесь же можно было приобрести Гринкар Тут не подсказывает Но мы так сказать Заранее этим узаботились И приобрели заранее Гринкарту Но можно было и здесь ее приобрести В общем короче Дорога Все улучшает Улучшает Сравнить с нашими записями Девятого-десятого года Просто неимоверно она улучшилась Этапами Местами Вот И вот примерно состояние дороги Вот такая она здесь Ровная Аккуратная Разметка аккуратная Приятная Правда появилось много камер И надо так сказать Следить за скоростным режимом Но уж извините Если хотим Ровно и аккуратно ездить Надо и правила соблюдать Видите Машина сбрасывает скорость Перед Мальцевым 60 не 60 А 70 где-то идет Если что Камера не остановит Да Муляжи полицейские По дороге стояли И муляжи полицейских машин Это вот особенность Такая Смоленская область Мы Смоленской области Скоро город Смоленск Без малого Где-то через 100 километров Вернее 100 с небольшим У нас километров осталось Город Смоленск И будем двигать дальше Границы с Белоруссией Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...